Чем лицемернее государство, тем больше оно заботится о гражданах, особенно о детях. Сегодня в Верховном суде России рассматривается дело Анатолия Рябова, музыканта-преподавателя, обвиненного в педофилии. У нашей Фемиды прямой и открытый взгляд, осудит и не зажмурится. Последствия судебных ошибок ее не пугают. Анатолий Рябов знаменитый педагог, провинился тем, что отказался от одной из своих учениц. И амбициозная мамаша, отвергнутые ученицы, решила ему отомстить, обвинив педагога в сексуальных домогательствах к дочери. Как преподавать музыку, не прикасаясь к ученику? Как ставить корпус и корректировать постановку рук без тактильного контакта? В свете дела Рябова под ударом оказываются все, без исключения педагоги. Управдательных приговоров в нашей стране какие-то сотые проценты, или сколько их там, я не знаю, я не могу говорить точно, но их практически нет. Вся система заточена на уничтожение, заточена на то, чтобы на подавление и так далее. И оправдание в данном случае – это прецедент. И вот как это не страшно, не парадоксально звучит. Как бы судебная ошибка, которая произошла, когда этого уважаемого всеми профессора посадили, не превратилась в судебное преступление. Только что прошла информация о том, что Анатолий Рябов полностью оправдан. И это очень хороший знак. Здравствуйте. Вам спасибо всем. В цивилизованном государстве такие решения должны быть нормой. Это просто мы с нашим 0,07 оправдательных приговоров воспринимаем как невероятная удача. Вообще-то это норма. То, что должно было быть, то и произошло. Я очень рад этому обстоятельству. Особенно я, честно говоря, до конца не верил в Мосгорсуде, что по таким тяжким обвинениям, вообще, насколько я знаю, оправдания не было. Но присяж не разобрали, суд разобрался. Так что в России не так все плохо. Это просто чудо, я считаю, в нашей стране. Просто чудо. Все счастливы просто. Итак, справедливость в данном случае восторжествовала. А значит, в истории с Фемидой еще не все потеряно. И у нее может быть человеческое лицо. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, телеканал Политвестник.